Всем привет! И вы на моем канале прогулки на пенсии. Я приветствую вас с новым чудесным, замечательным днем. Что у нас сегодня в планах? Несколько раз мы наблюдали вот эту нашу деревушку. Мы ее прозвали по-разному. Итальянская деревня, Корсика маленькая и прочее, прочее. Вот хочу пойти в нее, потому что хочу взобраться на этот холм, посмотреть хотя бы на одну из улочек. Вот сегодня приглашаю вас с собой. Туда мы с вами и отправимся на нашу маленькую Корсику. Сейчас искупаюсь и потом пошагаем. Ну а сейчас вперед в горы, в горы, в горы. Посмотрим на домики, которые здесь на горе. На улочке хотя бы по одной из них пройдемся. Посмотрим, как здесь живут люди. Кто-то здесь снимает жилье, да. И так и говорят, где ты живешь? Я живу на горе. Такое выражение даже есть. Поднимаемся потихонечку. Ну, мы идем. Идем дальше, поглядывая на море. Такие крутые улочки здесь, да. Можно на горе. Ну и дома сделаны под сдачу. Видите, с верандами, с хорошими въездами для машин. Потому что люди очень часто приезжают на машинах. Нужно куда-то это поставить все. Ну и виды, конечно, здесь потрясающие. Если представьте, вы будете жить на домике, а балкончик будет выходить вот сюда. Спать можно прям просто на балконе. И поднимемся теперь вот по этой улочке, которая ведет вверх. Нам сказали, ну, там будут красивые виды. На море, на поселок. Там можно все это увидеть. Хочу туда. Такие крутющие улочки. Чем-то напоминают гурзуф, но масштабнее. Гурзуф тоже перекаты, холмы перекатываются, да. Но улочки такие крошечные. И там везде лесенки-лесенки прямые. Такие пути к морю. Здесь, конечно, ничего такого нету. Просто вот улица, по которой надо карабкаться. Что я и делаю. Ну вот уже, ну вот уже мы незначительно вскарабкались. И уже, посмотрите, вид на те горы и на холмы, которые рядом с церковью. На море. И на гору Аюдак. Аюдак прям очень хорошо видно. И вот такая трасса. Раньше, ниже трассы, раньше это 20 лет назад, ничего вообще не строилось, нельзя было строить. Сейчас эту трассу можно проследить с моря по кипарисам. Они идут такой ровной полосочкой, где видите кипарисы, это трасса. Ниже трассы ничего нельзя было строить. Сейчас, конечно, уже построено. Красота, конечно, необыкновенная. Кто это любит. Живописно. Здесь ничего не вылезано. Дороги такие грунтовые, как в деревне. Но вот такие гостевые дома очень мощные, серьезные. Там все удобства, естественно. Все есть, пожалуйста, приходите. Только на гору надо будет карабкаться. Поэтому многие заезжают сюда на автомобилях, стоянки тоже возле домов, как горы. Одна через другую переходит, переходит волнами, как будто продолжение моря. Вот на такой верхотуре можно жить, как в замке. Мы здесь все разные. Каждый планирует, как хочет, как может, как у него получится. Ну, а мы на ветрях держим наше направление. Мы нашли тропинку, свернули немножечко. Вот идем вниз по этому склону. Дома остались позади. Хотим посмотреть на поселок. Не могли пройти мимо ежевики. Посмотрите, такая крупная-крупная ежевика. Ягодки сладкие. Очень сладкая ежевичка. Сорвем пару ягодок. Скажем спасибо матушке природе, которая все это вырастила. Шиповник, конечно, здесь. Ну, вот посмотрите, наш храм. Море с пирсами, с пляжами. И поселочек лежит, как на ладони. Я даже думаю, что эта тропинка ведет вниз, на другую улицу. Потому что так не может, куда попало в деревне везти тропинку. Она куда-нибудь обязательно ведет по делу. А здесь, посмотрите, какая красота. Да, я же сказала, вот тропинка идет-идет. Плавно переходит в одну из улочек. Позади остаются дома. Там очень много недостроенных. Вот видите, еще до ветряка мы дошли, кстати. Ура! Дома недостроенные. Ну, постепенно все будет освоено, наверное. Хотя, когда дождь, здесь же вода льется вниз. Не знаю, значит, почва устойчивая уже, наверное, из практики. Это люди их узнали. Потому что те, кто строит прям совсем у моря. Ну, это безумие, там же все осыпается. Идем к зарослями дуба. Такой дуб. Листочки у него такие малюсенькие, миленькие, примиленькие. Ну, эти желуди есть. Вот видите, желудок. Желудок вот здесь вот висит. Есть. Так что мы тихонечко сейчас спустимся. И пойдем вниз, 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 вниз до моей улочки. Пока не дойдем до морской. Так, вот берем один желудок на память. Смотрите, такой двойной. Будет нам двойное счастье. Загадывайте желания. Вы тоже. Все работает на моем канале. Вы не представляете, что я сейчас испытываю. Очень часто в детстве папа брал меня в горы. У нас там пасека стояла. Вот почти одно и то же. Вот такой сухостой, травостой. Какие-то балки между горами, холмами. Там когда-то весной течет река, и поэтому есть зелень. Но очень похоже. Даже запах, запах, как пахнет воздух, очень напоминает мне Казахстан. Удивительно просто. Поселочек просто перед нами. И его окружают горы. Мы с вами были вон там, где церковь. С той стороны тоже самое было, да? Горы как бы вокруг окружают поселок и держат как на ладони. Смотрите, какая красота. Вот отсюда виден последний пляж. Полнорез. Вот там мы обычно купаемся. То есть прекрасные виды. И оттуда мы и видим эти места, покрытые домиками. Я даже не поверила, что я смогу забраться вот сюда, где в Дреках. Ну, уже собралась. Вот наша большая дорога перешла вот в такую малюсенькую дорожку. Хотя можно по улице было и дальше пройти. Но здесь такие виды, как их можно пропустить, правда? Поэтому полюбуемся, пока будем спускаться, будем любоваться и делать фотографии. Потому что про фотографии я всегда забываю. Делаю видео, а фотографии у меня до фотографий дело не доходит. Шиповник такой рясный. Здесь он точно чистый. Никакие машины не ездят. На память сорвем веточку. На память сорву. Небольшую веточку шиповника. Какую бы, а? Вот эту вот. Давайте вот эту сорвем. Вот такая у нас будет веточка шиповника. На память. Стоять здесь совершенно замечательно. Ветерок обвивает. Не жарко. По асфальтированной дороге идет жарко. А здесь свои дома. Все-таки вот там, где насажены деревья, видите, в основном у них смоковницы. Инжир везде. Как я вам и говорила, малореченская. Это вот прям какая-то родина инжира. Прям везде, в каждом доме. Но, видимо, это растение не прихотливое. А так как здесь все-таки засухливое место, растет в основном оно. Поэтому в основном здесь инжир. Вот сегодня я купалась в 6 утра с бабушкой, которая вот из этой пятиэтажки. Она мне говорила, а я вот с этой пятиэтажки. Ей 82 года. На каждый день половине шестого выходит, идет к морю. Такая ее дорога. Туда вниз, 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 вниз. Купается час, потом поднимается обратно к человеку 80-го года. Умница такая. Еще до конца не спустилась. Но я так понимаю, что это школа. Видимо. А пришла сюда еще и за тем, что когда-то, когда-то мы жили рядом со школой, были домики для молодых учителей. Мы там жили с семьей. Здесь такие усадьбы, видите, с виноградной беседкой. Там дом огромный, огромный, огромный. Но это на горе. То есть вы готовы быть, должны быть к тому, что вот вы будете ходить на эту гору. Ну, кто-то один купается раз в день. Тут, наверное, не против. Я купаюсь трижды в день, мне этого мало. Так, ну все. Говорим до свидания этому месту. Спасибо за то, что когда-то оно приютило нас. Идем вниз, нам вниз, нам вниз, к морю купаться. Мы зажарились. Зашла по пути в школу. Все учителя уже на местах. Смотрю, моют окна. Все драют. Я еще раз сказала, какая счастливая, что мне ничего этого не надо. Здравствуйте. Ну вот это примерно то место, где мы когда-то отдыхали, да. Потому что это та школа. А вот этой тропинкой мы ходили. Помните? Ну вот, сняла вам те места, которые вы просили. Там. Сейчас этими местами пройдем до моря. Ну вот, мы посмотрели школу немножечко. В этой школе когда-то мы жили. Нашли ту самую аллейку, по которой бегали к морю. Потому что по солнцепилку ходить было нельзя. На этом наша маленькая прогулка закончилась. Мы побывали с вами на Корсике, кавычка. То есть на самой горе, где живут местные жители. Возвращаемся домой. Время только 10 часов. Начинается разминка детская. А мы второй раз идем купаться. Второй раз за утро. Идем. И хорошего нам дня. Вам тоже. Будьте добрее, будьте открытия. Всего вам хорошего. И гуляйте. Гуляйте на пенсии.